2021-2022 год должны стать для китайцев знаменательными. Все потому, что Китай основательно обоснуется на земной орбите. Узнаем, какой функционал будет у орбитальной станции Китая и когда она заработает. Первый модуль будет запущен в этом году. Затем будут запущены еще два модуля. И в 2022 году считается, что станция заработает в полную силу. Меньше работы и исследований, меньше средств. Космос — это не только большие затраты на научные разработки, но и политический престиж, международное сотрудничество. Покорение космического пространства — китайская мечта, которую они ассоциируют с возрождением китайского народа и расширением сферы международной политики. Сейчас Китай стремится встать в первые ряды во всех отраслях жизни. В экономике он поднимает юань, а в космосе строит орбитальную станцию. Стоит отметить, что по функционалу китайская станция будет сравнена с международной космической станцией. Но в отличие от МКС, которая является международной, все-таки китайцы свои проекты делают чисто китайские в основном. Они все это изготавливают сами. И разумеется, то, что они опять-таки делают такие орбитальные станции, ничего удивительного нет. Для Китая освоение космического пространства означает переход на новый уровень, как в научно-техническом, так и политическом плане. Для других стран, в том числе и России, орбитальная станция — это международная площадка, зона мира, дружбы и сотрудничества. Еще одно место, где удобно совместно реализовать космические проекты. Федосия Иршова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.